Подожди. Вроде нормально сейчас. Ну, три-два раз ехала. Привет, мы группа The Bedroom of Atlas. Мы из Минска. Вот, да. Ребята, всем ещё раз привет. Давайте сразу пару вопросиков. Давайте спросим у основателей, у Вадима и Лёши, всё-таки, как собиралась группа? Как вы всё-таки пришли до этого, что именно Metalcore начали играть? И какие дальше будут перспективы? Ну, давайте сначала первый вопрос. Как вы собрались? В общем, встретились мы летом 2012 года. Да, я тогда ещё не знал никого из ребят, грубо говоря. Было три человека в группе, вот. И им требовался гитарист. Вот, Вадим меня пригласил. Я пришёл, начал играть. Мы все поняли, что у нас одинаковые вкусы. И, соответственно, начали делать музыку, которая нам по душе. Вот. Всё, всё, не хочешь дополнять, да? Да. Всё чётко. Другой вопрос какой? Хорошо, давайте тогда так. Всё-таки, Вадим рассказывал, что состав нередко менялся неоднократно. Давай вот именно Вадиму вопрос. Всё-таки, как ты формировал нынешний состав? Как ты оценивал критерии и так далее? Главным критерием выбора участников был ответственный подход к музыке, ко всему. И через... Блядь, я не могу и придумать, что сказать. Да говори просто. Если вы перезаписывать будете, короче... Я просто нарежу. Но я пока не останавливаюсь. Переспроси, переспроси, короче, по каким критериям, а не к каким критериям. Давай, я тебе заново скажу. Ты тоже не останавливаешься. Итак, по каким критериям ты выбирал нынешний состав, который неоднократно менялся? Ответственность и любовь к металл-клору. Блядь, ну ты так колхозно звучишь. Да ладно, нормально. Итак, давайте, наверное, обратимся к одному из главных вокалистов этой группы. Вот, Валера, расскажи, какая суть текстов наших? Я думаю, основной смысл текстов — это побуждение к действию людей, мотивация и отношение между людьми. Хорошо, вытекает тогда вопрос. Почему всё-таки The Barden of Atlas? Это в переводе означается «бремя атласа». Почему так? Кто может ответить? У нас было, скажем так, много вариаций этих названий. Но мы остановились на этом, поскольку мы хотели, как уже Валера сказал, двигать в массы какой-то... Посыл. Не то что посыл, а именно мотивировать людей. И, соответственно, в нашем названии скрывается скрытый смысл, который, скажем так, не так дорог подарок, как дорого внимания. Понимаешь? Бля, я сейчас чувствую. Готово! Я сейчас чувствую. Короче, Игорь, игорь. Хорошо, давайте... Подожди, подожди. Давай перезапишем. Нормально. И потом нарежешь просто трончишь. Да, нарежем. Давай ещё раз. Так, хорошо, тогда такой вопрос. Вот, получается, Андрей и Вадим пишут весь основной материал, да? Вот, наверное, вопрос к Андрею. Чем ты вдохновляешься, когда пишешь свой материал? Ну, трудно сказать, что-то конкретное. Обычно это какие-то впечатления от просмотренных фильмов. Или... Полагаю, стоит переписать. Ну, с таким же успехом можно было бы сказать спайс, соль. То же самое, в принципе. Лёша, без вот этих. Да, ну всё равно. Давай другие группы назовите. Тебе другая музыка, тебе нравится? Слуцк, нахуй. Слуцк, нахуй. Слуцк, нахуй. Всё, тише, давайте, быстро пишем все. Ёбаный в рот. Давай заново. Всё хуйня, Миша. Так, ребята, ещё раз. Заново повторяю вопрос. Типа, вот, Вадим и Андрей пишут основную музыку. Так, всё-таки, откуда вы черпаете вдохновение? Ну, это обычно какие-то впечатления от просмотра фильмов. Какие-то события из жизни. Вот. Ну, ещё также слушаю много различной музыки. Разные стили. И это, как бы, позволяет нести больше разнообразия в музыку. Вот. Пожалуй, всё. Блядь, это спонтанное интервью. Чуваки, блядь, у вас такие лица, типа, блядь, быстрее, домой вдохну. Скорее, без вдохнусь просто. Макс, не трясись. И ещё тогда... Смотрите лучше на того, кто отвечает. Типа, похер вообще. Да. И давайте такой вопрос. Вот, Лёша, вопрос тебе. Ты как самый последний и самый такой... Лёша, к тебе... Лёша, к тебе вопрос. Ты самый последний участник группы, который был набран. Грубо говоря, ты барабанщик. Скажи вот просто, когда ты выучишь партии? Потому что это невозможно. Все уже ждут, когда же Лёша придёт с выученной новой песней. А Лёша говорит, да, ребят, я вот схожу скоро на репетицию, да? Вот. Поэтому расскажи, как ты вообще научился играть на барабанах, где ты этому... Ой, блин, ну сейчас буду вспоминать. Ну, это началось, наверное, где-то два года с половиной назад. Я тогда услышал группу интересную. Хотя нет, это было гораздо раньше, три года назад. Услышал группу интересную под названием The M.T. Affliction. Ну, думаю, все слышат. Если не слышали, то послушайте. Вот. И мне не очень понравились. Понравился там очень барабанщик. Потом начал смотреть разные кавера в интернете. И подумал, что, во, блин, барабан, ритм, классно, мне нравится. Думаю, вот, если бы я где-нибудь выступал, я поддавился чего-то. Вот. Потом так подумал, раскинул. Думаю, пора записаться, пора действовать, а не просто сидеть и смотреть видеоролики. Записался в музыкальную школу для начала. Ну, просто, чтобы меня научили там постановки рук, постановки ног, в конце концов. Чтобы прокаткой как-то не сидеть, там он нормально себя чувствует. Вот. И у меня, короче, все там получалось. Пусть ты там, пусть ты. Пусть ты там, пусть ты. Давай, дальше, продолжай, продолжай. Да, вот. И потом где-то, отзанимавшись там занятий, наверное, штук семь, в принципе, я освоил какую-то начальную базу. И дальше уже начал один ездить на студию, там, играть какие-то просто треки. Ну, естественно, с самого начала я играл треки, там, врубал какие-то очень-очень медленные. Кузнечик там, допустим, да? Ну, да, типа такого, да. Ну, без кардана, естественно. Потому что я пока не мог себе позволить, слишком бедный. А вот потом я... Сейчас богатый. Ну, сейчас немножко изменился. Нет, вот, блядь, нет, никто не богатый. Но все плохо. Ладно. Ну, в общем, я добился успеха. Когда ты выучишь партию? Да что ты с этим вопросом-то пристал? Завтра. Ответственно. Он сказал, что не пойдет на репетицию в эту неделю. Не, я пойду на самом деле. То, что Паша говорит, это все бред. Реально. Я ему сказал, типа, мы пойдем с тобой вдвоем сходим. Но... Зачем ты это сказал? Хорошо, давайте еще последний вопрос. Ребят, какие планы на будущее? Что у вас сейчас должно выйти? Что вы планируете вообще выступать, когда уже будете? Группа с 2012 года существует, но ни разу не выступила. Поэтому такой вопрос. Мы, в принципе, очень давно уже репетируем наши песни. У нас готов уже материал, разобран. Мы готовим, в принципе, неплохое такое шоу. Мы не хотим быть интернет-проектом. Мы именно ставим свою цель ездить по турам, выступать перед живой аудиторией. Вот. Сейчас на заре у нас выпуск сингла, очень-то серьезного достаточно, который, в принципе, рассчитан на более обширенную аудиторию. Не то, что там, вот, для людей металлкора. А мы немножко стали смотреть, скажем так, не то, что вглубь, а более широко. Вот. И, соответственно, записали такой интересный трек. И, в принципе, я думаю, что в течение месяца мы его выпустим. Вы все настолько поникшие, что кажется, что мы играем в какая-нибудь группа Крематорий. Я не знаю, потому что это все очень грустно выглядит. Странно быть одновременно и ведущим Якуба программы, и участником группы. От себя хочу сказать, что ребята полностью отдаются на репетициях, кроме Леши. Вот. А так... Обычно. Все, 23. Еще раз. Мы за группа The Berlin of Atlas. Всем привет, и сейчас давайте помашем ручкой, такие, пока! Пока! Все, вырубайте нахуй, спасибо, ребята. Теперь все выходят, остаются один из вас, просто уберите ее по очереди. Сейчас бы бухнуть, на самом деле. Да.